Михаил Михайлович, после вашего ухода из Нижнего Нового, наша команда как-то сильно знала и по результатам, и, собственно, по игре. Может быть, дадите какой-то садик, что делать дальше, чтобы снова начать играть нормально? Ну, я когда пришел в Локомотив, и были вопросы относительно оценки предыдущего тренерского штаба, я сразу сказал, что мы отвечаем только за свою работу и комментируем только свою работу. Поэтому, если говорить о том периоде в Нижнем Новгороде, я думаю, что нам удалось, во-первых, сделать хорошую, цельную, играющую молодую команду, на которой был спрос и пример того, что Агапов перешел в топ-клуб, да, и это была поставлена задача губернатором Нижегородской области, поэтому те задачи, которые были, они решались, у нас были хорошие победы, да, были неудачи, но рецепт один, я думаю, что ежедневная работа каждого человека, игрока, тренера, вне зависимости от команды. Поэтому все, что касается работы в Локомотиве, готов ответить на ее полностью. Спасибо, что у вас. И третий вопрос по Артему Дзюбе. Он действительно как будто второй молодость переживает, как оцениваете ее футбол, ведь в Турции не удалось ему раскрыться. Какой ключ подобрали? Спасибо. Артем для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство, оно не подвергается сомнению о том, что он супер мотивирован. Мы неоднократно об этом говорили. Наша задача улучшать его взаимодействие с партнерами в команде. И я уже сказал до этого, уверен абсолютно, что его результативность будет расти от игры к игре, потому что и мы нацелены на это, и Артем нацелен на это. Поэтому здесь наши интересы совпадают и друг другу приносят пользу. И команда, и он. Поэтому в этом и есть единый механизм, это и есть единый коллектив. Что касается Миранчука, Антон очень хорошо провел свой отрезок в национальной сборной. Мы приняли решение, что по ходу игры он усилит игру нашей команды, поэтому исключительно тактические нюансы. Я думаю, что этот ход оправдал себя. Он вышел, забил, придал немножко динамики, агрессии. И мы очень счастливы в том, что у нас есть группа игроков, которые могут безболезненно друг друга подменять и усиливать игру команды по ходу игры. Первый вопрос. Егор, но здесь надо отметить, во-первых, всю линию обороны, потому что мы сыграли достаточно надежно. Вся команда при организации игры в обороне и выглядели сегодня очень цельно. Но я думаю, что одна из стратегий, которая идет в футбольном клубе «Локомотив», это развитие своих игроков, своих воспитанников. И мы очень рады, что у нас есть игрок, который сегодня конкурентен, который может приносить пользу основному составу и дальше развиваться. И я бы отметил, что не только Егор, но и другие молодые футболисты, которые тренируются с нами в первой команде, они развиваются, они будут получать свое игровое время не искусственно, потому что заслуживают этого. Спасибо. Спасибо, Каиле. Не забывайте кричать. Михаил Анатольевич, добрый день. Матч-ТВ, программа «Все на матч». Вначале разрешите поздравить вас с тем, кто вы стали лучшим тренером марта. И хотел бы спросить вас о том, что вы почувствовали, когда сегодня нафиг отдались в Мире Новгороди, на этом стадионе, на этой арене. Может быть, какой планик вы доноил, может быть, ноги машинально вели в разделалку хозяев? Ну, во-первых, спасибо большое за поздравление в номинации. Но самая главная оценка, это я уже сразу говорю об этом, и когда пришел в команду, у нас нет «я», у нас нет «мы», у нас есть «мы». И это работа всей команды, игроков, тренерского штаба, персонала, массажистов, администраторов. Мы сейчас один кулак, мы сейчас единое целое, которое бьется, которое добивается результата, и это очень важно. И это признание, это признание всей команды. Вот это я хочу отдельно подчеркнуть, всего коллектива. Что касается приезда в Нижний, вчера было очень приятно, что в отеле болельщики, искренние болельщики, которые тепло очень встретили, сфотографировались, задавали определенные вопросы и вручили подарки. Все отмечают о том, что наш период работы в Нижнем Новгороде был со знаком «плюс», и частичка души, конечно, здесь осталась. Поэтому сегодня жизнь такова, и спорт такова, что надо двигаться дальше. На сегодня это в разные направления, и сегодня футбольный клуб «Локомотив» двигается дальше, добивается результата. И наша задача идти только вперед от игры к игре и возвращать «Локомотив» на вершину.